Когда читаешь, например, 2 Коринфянам, 5 глава, он говорит, он сделал света, знаете, из чего? Из тьмы. Мы тьма. Хуже не бывает. Больше ничтожеств на свете не найдешь, как человека. И он взял и не избрал ангела, чтобы с ним проводить вечность. Он избрал вот такие никчемные существа, как мы, и из тьмы сделал света. Потом он сам поселился, знаете, самое хрупкое тело. Он поселился внутри. И он говорит, в этот длинный сосуд поселился сам Бог. И решил в самом слабом существе показать сверхсилу. Это 2 Коринфянам, 5 глава. То есть, только подумайте, если мы только начали понимать, что Бог сделал с нами, мы бы ликовали. И это забывается как раз, когда мы в испытании. А что должен делать богатый? Богатый. 10 и 11. Тоже пусть квалится, но унижением своим. Какое унижение ждет богатого? Здесь сравнение. Жизнь человека из 102 Псалма сравнивается как трава. Это не новое. Везде, когда говорится о жизни человека, всегда говорится о что-то очень короткое. Это пар, который появился. Я это очень хорошо понял, когда первый раз я зашел в доме, который построил мой отец, а он лежал. У него были планы, а он лежал. Мой отец свою жизнь отдал Богу не так, как мы, по-другому. И в следующей минуте он был с Господом уже. Мой брат, когда помолился, в следующие часы он был с Господом. Ему было 41 год. Бог почему-то оставил меня и на удивление, и вас. Что-то у Него есть с нами здесь, на этой земле. У Него есть какой-то план. Если вы думаете, что план, чтобы спеть здесь в церкви только, ангелы наверху, такое пение устроили там. Там такое поклонение нам всем не снилось. Нам, мы оставлены на этой земле не для поклонения. Но это потом. Для чего Он оставил нас, мы потом поговорим. Но сейчас про этого богатого давайте мы... Жизнь человека – это трава. А цветок тогда что? Что цветок? Не смотрите туда, я вас веду в искушение, в заблуждение. Что цветок? Трава все, вот зеленая, все зелененькие. Вот посмотрите, все зелененькие, никто ничем не отличается. Мы все трава. Но вдруг есть цветок. И он красивый. Мы все любим цветок. Это богатство. И это говорится здесь, что мы как трава, но некоторые из нас расцвели. И мы хорошо выглядим перед другими, и все хотят наш цветок. Значит, это ничего плохого с этим нет. Но он сравнил с полевым цветом. Если вы были где-нибудь... Ну, давайте рядом с вами, в Калифорнии... Не совсем ряда. Калифорния. Если едешь туда в марте, все растело. Поля красивые. Даже маки есть. Некоторым это очень нравится. Но в мае они исчезают и превращаются в солому сухую. Что случилось? Они же были такие красивые. Казалось, они будут надолго. Что случилось с этими цветами полевыми? У них наверняка произошли испытания. Что для травы и цветков является испытанием? Зной солнца. Смотрите, что говорит Яков. Он говорит, что богатый, его ждет унижение. Он придет. Его богатство придет как? Цвет на траве. Восходит солнце. Настает зной. И зноем иссушает траву. Что с цветом случается? Отпадает. А что с красотой? Исчезает. И откуда я знаю, что он сравнил богатого, как с травой, которая расцвела? Написано там, что так увядает и богатый в путях своих. Когда с тобой поступает несправедливо, то тебе хочется услышать, что бог осудит справедливо когда-то. Тебе не заплатили зарплату уже третий месяц. Твои дети плачут. Ты одалживаешь деньги, чтобы выкормить. И ты верующий. Ты говоришь, боже, когда? И Яков говорит, слушай, пока начинай хвалиться. Пока начинай хвалиться. Но дайте скажу, что случится с этим богатым. На него тоже придут испытания. Он, да, он сейчас расцвел. Но полевой цветок, он недолго. В Палестине он держится два месяца. И вот этот зной, вот это испытание будет настолько, что он превратится в солому. Или, как сказал Иисус в Матфеи 6 глава, вот лилии полевые. Настолько красивые, но потом это солома для огня. Вот что случится с богатым. Сейчас вы связали это с испытанием? Все должны сказать, да. Поэтому идем дальше. Значит, мы не сможем понять, какая цель у Якова, пока мы не увидим наставление. Поэтому наставление в первой главе. С великой радостью принимать испытания. Проси мудростью Бога. Да хвалится брат. И говорится, каждый чем хвалится. В искушение ни в коем случае не вини кого-то. И, значит, не обманывайтесь. И вот все эти наставления имеют очень четкий смысл. И вот мы сейчас выполняем эту таблицу, которую мы не будем выполнять. Но вы дома когда-то, когда захочете изучить самостоятельно. И мы уже увидели, что у нас есть четыре ключевых слова, которые мы должны связать. И вот сейчас пришло время увидеть испытания с искушением. Я сейчас покажу одну иллюстрацию. Перейдем на другой слайд. И не забудьте вот этот слайд вернуть обратно. И вы увидите, чем отличается испытание от искушения. Ну, во-первых, мы уже говорили, что испытания имеют одну цель. От кого приходит испытание? От кого приходит испытание? От Бога. Какова последняя или финальная цель испытания? 12 стих. Венец жизни. То есть, мы видим, насколько благодатный результат испытания. И мы знаем, что испытание – это что-то очень хорошее. Испытание – это давление на твое сердце извне. В психологии это называется внешний стресс. И доказывается, что это самый полезный. И он укрепляет организм, абсолютно безвредный для нашего здоровья. Стресс бывает позитивный и негативный. Но вот, когда мы читаем про искушение, в 15 стихе, какой результат искушения сейчас, скажите? Финальная цель искушения – смерть. Может ли искушение прийти от Бога? Нет. Что значит искушение? Посмотрите, что значит искушение. Это давление, которое возникает вовнутрь. А почему тогда на греческом это одно и то же слово? Пирасмо или глагол перасмос? Почему? Почему одно и то же слово? Знаете почему? Если брат на меня кричит, не дай Боже. Если он на меня кричит, это для меня что? Испытание. А если я начинаю кричать на него, то это что? Искушение. То есть, конфликт может быть перасмо, может быть перасмос. То есть, кто решит, это будет испытание или искушение? Не, если он кричит, Яков 4 глава говорит, у него есть внутренняя проблема, поэтому он кричит. Он больной этой проблемой. Но если я кричу, значит, я больной, и нам обоим нужно к доктору, к врачу. Но на самом деле, давайте посмотрим, почему очень важно увидеть разницу между испытанием и искушением. Значит, испытание, скажем, давайте лучше дам пример из Библии. Откройте Искот, 17 глава. Искот, 17 глава. Нашли? Где испытание в первом стихе? Не было воды. Это испытание. Кто допустил, чтобы не было воды? Бог. Значит, испытание от Бога. Вы знаете, что произошло в то место? И смотрите, настолько было важно, чтобы Израиль запомнил то, что произошло в то место. Седьмой стих. Как назвали то место? Масса и Мерива. Это на французском. Нет, это на еврейском. Масса означает искушение. И Мерива означает ссора, конфликт. Почему Моисей захотел, чтобы весь Израиль запомнил это на всю жизнь, и чтобы передали и будущим поколениям. Посмотрите, когда испытание. Что делал народ? Второй стих. Кого? Наверняка, самое лучшее это понимает пастор. Потому что, если что-то не так, ты ищешь, кто поближе. Если жена не оказывается поближе или муж, значит, пастор. Они упрекали Моисея. А что делал Моисей? Он тоже был в жажде. Он тоже проходил через те же испытания. Третий стих. Нет, не третий стих. Четвертый. Возопил к Господу. И народ, и Моисей кричали. Но кто... Посмотрите, третий стих. Кому кричал народ? Роптал на Моисея, говоря. Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стадий наших. Когда Моисей посмотрел на них, он сказал в четвертый стих. Вот еще немного, они меня убьют. Вы знаете, сколько раз, сколько раз в Библии хотели они убить Моисея? Даже придумано слово, роптать на английском, это murmur. Это слово, как слышишь, так оно... Такое... Это всегда недовольство. И всегда это случается. В испытаниях кто-то ропщит, а кто-то взывает Господа.